Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Мария Статова. Вначале коротко о главном. Народное собрание Гагаузии обсудило в ходе второго чтения проект бюджета Гагаузии на будущий год. В преддверии новогодних праздников общественные деятели из муниципи Ачадерлунга Марияна Тиху поздравила одиноких пожилых людей. В память футболиста Андрея Болгара в рамках турнира почтили его коллеги, близкие и друзья. Проект бюджета Гагаузии на 2024 год стал предметом дебатов и протестов на внеочередном заседании Народного собрания Гагаузии. Несмотря на споры, депутаты Народного собрания приняли проект бюджета во втором чтении. Финансовый документ вызвал неоднозначные реакции. Подробнее в материале Марина Топал. В проекте бюджета Гагаузии на будущий год сохранены все социальные программы и не учтены выплаты по НДС экономическим агентам из Гагаузии. Это замечание сделал вице-спикер Александр Тарнавский и предложил поправку к проекту. Мною было предложено, несмотря на то, что это очень сложное решение, сократить центральный бюджет Гагаузии минимум на 106 миллионов лев. Почему 106? Это сумма по поступлению НДС. Для того, чтобы создать механизм возмещения НДС для наших экономических агентов. Если мы утвердим бюджет без сокращения этих 106 миллионов лев, мы будем виноваты перед экономическими агентами, потому что им не возмещается налог на добавленную стоимость. Если мы утвердим сокращение в этот бюджет, мы будем виноваты перед конечными получателями этих услуг, потому что придется сократить социальные программы. Поправку Александра Тарнавского не поддержали его коллеги. Иван Димитрогло отметил, что выплата НДС из средств автономии может существенно повлиять на исполнение бюджета. То есть в процессе бюджетного года расходы будут возрастать, так как Гагаузия уже не будет получать деньги из центрального бюджета страны на покрытие налога на добавленную стоимость. Коллеги уважаемые, вы потом будете на себя это брать. Когда вы будете сокращать питание в школах, когда вы будете сокращать освещенное село, когда вы будете сокращать, вас будут ставить перед фактом это делать. Мы объясняем, что безбежать этого нужно сейчас учесть эти моменты. И если даже мы суд выиграем, увеличите бюджет потом на пересмотре. Бороться за это нужно, за то, чтобы отставить на политическом уровне, находить другие решения. Но в данном случае, коль закон действует, будьте добры, его исполняйте. В срочном порядке. В срочном порядке. Потому что компании будут уходить. Компании будут уходить. И то, что Гагаузия недосчитается от НДС, это уже факт. Но еще десятки миллионов рублей Гагаузия недополучит. Приняв такой закон о бюджете, где вы напрочь-напрочь отказываетесь включать эти расходы, то есть вы отказываетесь подчиняться закону, 135 миллионов в год, вы фактически разрушаете все, потому что ваши статьи расхода основные не будут исполнены, денег не будет. В знак протеста депутат Сергей Чемпоеш покинул зал заседания в момент голосования, выразив свое несогласие с решением, которое, по его мнению, ущемляет права предпринимателей. Исполняющая обязанности начальника управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева отметила, как будут изыматься средства на покрытие налога на добавленную стоимость для экономических агентов Гагаузии. Они будут профинансированы только при наличии планов. Эти планы возможно внести только исключительно уточнением бюджета. Возместить можно только при наличии планов. Программа сделана министерством так, что мы должны как бы финансировать. То есть не инкасово снимают просто с нашего счета, а мы должны отправить как расходы эти вещи. Пожалуйста, вносите изменения, и мы отправим. Николай Дудоглой и Иван Караджа приняли решение проголосовать за проект бюджета на 2024 год. Я лично поддержу этот бюджет, но при этом, открыто говорю, исполнительная власть должна немедленно, в кратчайшее время, изыскать возможности резервов для того, чтобы отстоять Гагаузии. Значит, я считаю, и мое я считаю, что я буду голосовать за этот бюджет. И по НДСу я считаю, что если мы сегодня, мне бы хотелось бы увидеть, как они инкаса будут снимать у нас деньги. Но если мы только сегодня вот это вот признаем, мы автоматически признаем, что этот закон конституционный, это законный закон. В результате голосования был утвержден проект бюджета на 2024 год во втором чтении. Марина Топал, Вячеслав Кысалекс, Алексей Герчу, Новости Герта. Президент Республики Молдова Майя Санду просит парламент осенью будущего года организовать референдум, на котором граждане смогут высказаться по поводу вступления страны в Европейский Союз, сказала глава государства в своем послании по случаю рождественских праздников, совпавших с завершением трехлетнего срока ее нынешнего президентского мандата. Она подчеркнула, что спустя три года полномочий удалось открыть переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз. Президент подчеркнула, что сегодня Молдова опирается на коалицию дружественных стран, которые помогают и защищают Молдову. В эти дни Европейский Союз сказал твердое да европейскому курсу страны. Круглый стол с представителями власти и молодежи гагаузской автономии прошел в Камраде. Речь шла о проблемах, с которыми сталкиваются представители молодого поколения. Живой диалог с представителями законодательной и исполнительной власти Гагаузии был организован для молодежи автономии. Молодые люди рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Глава Гагаузии Евгения Гуцул подчеркнула, что будет оказываться поддержка со стороны исполнительной власти. Очень приятно, что вы нашли время, пришли, пригласили и нас. Молодежь у нас в Гагаузии талантливая, умная. И нам есть чем гордиться. Мы хотим и дальше продвигать нашу молодежь. Встреча собрала представителей молодого поколения из разных областей жизнедеятельности, автономии. Это бизнесмены, блогеры, музыканты, спортсмены, сотрудники средств массовой информации, а также представители местных публичных органов власти. Приятно, что наша молодежь начинает вожжать свои руки. Это очень хорошо. Как уже говорил Абашкан, у нас уже примары есть молодые. Именно мы тоже видим молодежи, будущее наше. Хочется, чтобы вы не боялись абсолютно. Ставили себе цели всегда выше, выше и выше. И они обязательно у вас будут достигнуты, если вы будете ставить цель. Поэтому не бойтесь, идите вперёд. В последнее время в Гагаузии больше внимания уделялось спорту. Проблемы, связанные с молодежью, оставались в стороне, отметил начальник главного управления молодёжи и спорта Гагаузии Вячеслав Дрогой. Здесь в основном сидят лидеры молодёжных организаций. Чтобы вы подключились к работе в том плане, чтобы наша молодёжь чувствовала, знала, что мы стремимся к тому, чтобы оставались здесь, учились в наших университетах, чтобы приносили пользу нашему региону. Поэтому все мы здесь собрались для того, чтобы вести диалог, как это сделать лучше. Участники обсудили проблемы образовательной системы, вопросы приобретения жилья молодыми семьями Гагаузии, продвижения имиджа Гагаузии. Молодой фотограф из села Кангас Михаил Ясибаш предложил направить усилия на продвижение имиджа Гагаузии посредством использования социальных сетей. Как мы можем продвигать нашу Гагаузию? Это те же самые моменты показывать у нас в соцсетях, такие моменты, где люди, которые за границей, но они с Гагаузией, которые они могли бы увидеть, как на родине всё же хорошо. Как на родине стало классно, и сюда реально можно вернуться и с чем-то заниматься. Надо стремиться, надо идти к большему, и надо сделать всё, чтобы это получилось. В ходе мероприятия было принято решение о создании консультативного совета, в состав которого будут входить представители молодёжи всех направлений. В рамках данной площадки будут рассматриваться вопросы, волнующие молодёжь, и предлагаться пути их реализации. Вы должны понимать, что если вас сюда сегодня пригласили, значит вас ценят, значит у вас есть какая-то аудитория, у вас есть какие-то личные персональные качества, благодаря которым вас знают. Вы успешны, вы себя тут реализовываете. И уже за то, что вы остались сегодня в Гагаузии, за это вам отдельный респект. И тем, что вы себя реализовываете, вы продвигаете нашу автономию. Такие встречи в ближайшее время пройдут во всех районах гагаузской автономии и будут иметь регулярный характер. Алюна Терзи, Влад Табачук, Алексей Герчу, ГРТ Новости. 26 декабря состоялось заседание наблюдательного совета общественной компании ГРТ. Что обсуждалось, смотрите далее. Всего у нас было на заседании три основных вопроса. Первое – это письмо Координационного совета о наложении штрафа. Далее мы рассматривали проект по постановлению по передаче полномочий директору ГРТ по привлечению в работе работников в выходные дни, в праздничные. И другие вопросы, связанные непосредственно с работой самой организации и внутреннего характера. Также были добавления в разном у моих коллег. Это наше последнее заседание в 2023 году. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающими новогодними, рождественскими праздниками. Пожелайте добра, тепла. Мониторинг средств массовой информации по разнообразию и инклюзивности провела Ассоциация независимой прессы Молдовы. Каковы его итоги, расскажет Алена Терзи. Мониторинг по разнообразию и инклюзивности охватил 15 средств массовой информации, в их числе и телевидение общественной компании ГАГУДИ радиотелевизиону. Член Совета прессы Молдовы, медиаэксперт, автор исследования Наталья Порубин, заявила, что в ходе мониторинга внимание уделялось журналистским материалам, нацеленным на уязвимые группы, людей с особенными потребностями, этнические и религиозные меньшинства, дети в ситуациях риска, пожилые граждане, люди, живущие с ВИЧ, беженцы и другие категории. Наталья Порубин отметила, что в период мониторинга большинство СМИ опубликовали новости о людях, входящих в эти группы. В меньшей степени писали тематические статьи, расследовательские материалы или репортажи. Приветствуется, что многие СМИ не остановились только на пресс-релизах и пошли дальше. Они дискутировали с бенефициарами этих программ и подготовили интересные материалы. Это касается и той категории людей, которые вышли на пенсию и продолжают свою профессиональную деятельность. Координатор проектов Ассоциации независимой прессы Кристина Бобырко рассказала об основных тенденциях и проблемах, выявленных в ходе мониторинга. В мониторинге указаны основные тенденции, относящиеся к СМИ при отражении проблем, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения. Это дети, находящиеся в группе риска, женщины, жертвы насилия и другие группы. Однако одной из основных тенденций, выявленной в результате мониторинга, стал тот факт, что во многих журналистских материалах отсутствует мнение героев из уязвимых групп. К примеру, материал о пожилых людях в материале отсутствует мнение этой категории населения. Журналисты отметили, что такие мероприятия очень важны и полезны. С учётом того, что на юге республики имеются эти категории, о которых сегодня говорилось, и категория ромов, и этнические группы, и беженцы и так далее, для нас очень важно использовать те моменты, в которых они живут, и показать людям, что они тоже наши люди, они тоже члены нашего общества. Также были предложены ряд рекомендаций, которые будут применяться в работе редакции, чтобы медиа-сообщество научилось эффективно способствовать продвижению человеческого достоинства и устранению различных видов дискриминации. Алена Терзи, Валентина Короляк, Владислав Кысамария Казаку, ГРТ Новости. В селе Валя-Пержи Чемишлийского района трое человек отравились угарным газом. Об случившемся сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Звонок в службу 112 поступил 26 декабря в 8 утра. Сообщили, что 65-летняя женщина и несовершеннолетние в возрасте 7 и 11 лет отравились угарным газом и нуждаются в медпомощи. Прибывшие на место спасатели установили, что пожара в доме не было, а люди пострадали из-за заполнения дома дымом, исходящим от неисправной печи. Пострадавших доставили в районную больницу в стабильном состоянии. В связи с этим спасатели напоминают гражданам о необходимости проверять перед использованием неисправность печей и другого отопительного оборудования. Региональный конкурс «Енит-Тюркю» прошел в Доме культуры муниципия Камрад. 16 певцов из Гагаузи исполнили музыкальные произведения на гагаузском языке. Организатор мероприятия – Главное управление культуры Гагаузии. Его цель – развитие гагаузского языка. Профессиональные и начинающие талантливые артисты из разных уголков Гагаузии исполнили новые композиции на гагаузском языке. Музыку и слова к ним написали гагаузские авторы и композиторы. Дополнением к каждому номеру стала визитная видеокарточка. Участники рассказали о себе и представили свой населенный пункт. Гран-при конкурса «Енит-Тюркю» получила Юлия Арнаут. Илья Ильич Филев, Тодор Занет и моя дорогая мамочка. В номинации «Лучшая авторская музыка и аранжировка» первое место занял композитор Илья Филев, второе – Сергей Тодоров, третье – группа «Анаторофым». В номинации «Лучшие авторские стихи» победителем стал Тодор Занет, второе место заняла Татьяна Гайдаржи, третьего места был удостоен Андрей Полик. В номинации «Лучший исполнитель» победителем стал Андрей Иванов, второе место присудили Илье и Евдокия Кёся, третьего места была удостоена Евдокия Питкович. Обладательницей приза зрительских симпатий стала Татьяна Узун. Главное управление культуры Гагаузии выступило организатором мероприятия. Жюри отметило, что оно прошло на высоком уровне. «Даем старт новому конкурсу под названием «Новая песня». С ее помощью культура Гагаузии обогатится новыми песнями. Участникам конкурса знаю, как трудно пришлось подготовиться всем плодотворной творческой работы и долгой дороги. В нашей Гагаузии рождаются новые песни, это радует. На этой сцене новые таланты выявляются. Я всегда говорю, пока есть культура, есть народ. Пусть наш народ живет и процветает. Цель конкурса – поддержка и популяризация профессионального вокального творчества гагаузских исполнителей, а также стимулирование профессионального и любительского творчества композиторов по созданию новых песен на гагаузском языке. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. Новости ГРТ. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. 26 декабря Башкан Гагаузи Евгения Гуцул и члены исполнительного комитета приехали в Кангас, чтобы поздравить с Новым годом детей с особыми потребностями Камрадского района. Около 200 ребят получили подарки и море эмоций от развлекательной программы. Подробности в сюжете. Новый год – долгожданный праздник для всех. Это время чудес, волшебства и новогодней сказки. Для детей с особыми потребностями 26 декабря были организованы развлечения с участием героев Нового года и сказок. Башкан автономии Евгения Гуцул поздравила детей сладкими подарками. Она пообещала чаще их радовать и проводить такие мероприятия, создавая праздничное настроение. Это очень важно, когда деток мы собираем в одном зале, на одном мероприятии, потому что у них есть возможность выйти из зоны, в которой они находятся. К сожалению, очень много детей, которые кроме своего дома или улицы не могут выйти, потому что мы понимаем, что из-за ограниченных возможностей. Это очень важно, чтобы они пришли, порадовались с другими детками, познакомились и забыли о тех проблемах, которые, к сожалению, у них есть. Поздравляя детей с особыми потребностями, в преддверии Нового года исполнительный комитет уже несколько лет. Обычно организацией праздника занимается управление культурой во главе с Мариной Семеновой. Эта акция, этот проект, он ежегодный. Исключением были два ковидных года, когда у нас не было возможности собирать деток вот в такую дружную творческую семью, потому что то, что вы сегодня видели, это как раз тот процесс красивый и волшебный, когда детки все имеют возможность окунуться в мир сказки, пообщаться со Снегурочкой, танцевать, водить хоровод вместе с Дедом Морозом. Руководство автономии также поздравило детей с особыми потребностями Чудор-Лунского района. Мария Статова, Александр Глеков, Мария Казакун, Новости ГРТ. Новый год приносит ощущение радости каждому человеку. Одиноким пожилым людям порой особенно не хватает праздничного настроения. Жительница муниципия Чудор-Лунга Марияна Тихо в преддверии новогодних праздников порадовала их сладкими сюрпризами. Общественный деятель из муниципия Чудор-Лунга Марияна Тихо рассказала, как возникла идея в преддверии новогодних праздников порадовать тех, кто одинок и кому особенно необходимо внимание и забота. Идея появилась просто в одну ночь, когда я увидела просто в интернете вот эти пряники ручной работы. Я загорела желанием и я смотря на эти ролики, когда делают эти пряники, я поняла, что большую любовь, стараешься это чтобы приготовить, выпечь. И тогда я сказала, было бы хорошо вот эту любовь передать не просто через, ну в тесто, а через тесто даже, да, передать кому-то вот эту заботу. И я подумала, что было бы хорошо вот людям, бабушкам, дедушкам в преддверии нового года сделать вот такое вот маленькое, но я думаю, что это приятный сюрприз. Готовить сладкие подарки Марьяне помогли ее дочь Сабина и сын Дмитрий. Она старается воспитывать в них доброту и отзывчивость. Делали пряники, трудились очень сильно, украшали красиво с мамой и помогали маме. А скажи, пожалуйста, ты для кого это делала, вот эти вкусные пряники? Для бабушек и для дедушек. Мы с мамой и с Абиной делали вкусные пряники для бабушек и дедушек. Мы делали их очень много, украшали, но там была частичка души, поэтому думаю, что им очень понравится наш сюрприз. А так как у них тоже могут быть дети, которых они воспитывали раньше, и поэтому им тоже нужно уделять внимание. В доме престарелых муниципе Чадерлонга, куда дети принесли вкусные угощения, с радостью приняли гостей. Пожилые люди выразили благодарность за внимание и заботу о них. Милые мои сестры и братья, подруги, люди всей земли, благодарны вам от всей души, что вы заботились о нас. И пусть Бог вас благословит, и вам даст всем здоровья, только здоровья и любви между собой, с Богом. Мы очень благодарны, когда к нам приходят, проведают мы жизнь. Если кто-то приходит, особенно если что-нибудь рассказывает, новости какие-то, интересно слушать. Спасибо вам, что не забываете нас. Мы всегда рады. Директор дома престарелых муниципе Чадерлонга Екатерина Кожакары подчеркивает, что внимание и забота – это самый ценный подарок, который можно сделать для пенсионеров. Уже традиция стала, что на Новый год пишут Деду Морозу письма. Это очень привлекательно для них и забавно. А второе – посещение наших жителей и гостей. Для них это все равно, что приход их детей. Поэтому любой приход гостей – они рады. А тем более сейчас к Новому году – это вдвойне праздник для них. Это событие порадовало не только пожилых людей дома престарелых муниципе Чадерлонга. Его инициатор Марьяна Тихух считает, что делать добро людям важно. И главное – приобщать к этому подрастающее поколение. Олег Дулогло, Леонид Ахванос, ГРТ. Новости. На центральном стадионе муниципе «Камрад» прошел турнир по футболу памяти ветерана футбола Андрея Болгара. В соревнованиях приняло участие 12 команд. Они разыграли кубок памяти ветерана. По итогу первое место занял футбольный клуб «Умутлук». Второе место – команда «Огувспорт». И третье место – команда «Села Копчак». В турнире по футболу памяти ветерана этого вида спорта Андрея Болгара приняли участие 7 команд из Гагаузии и 5 команд из Кишинева, Кантемира, Таракли и Кагула. Этот турнир проводится ежегодно и стал уже доброй традицией. Мне приятно видеть сейчас столько спортсменов, столько игроков, столько команд на этом турнире. Надеюсь, что отсюда, с Гагаузии, именно начнется развитие футбола не только в Гагаузии, но и в республике Молдова. Андрей Болгар – один из тех людей, который наряду со многими ветеранами футбола возрождал этот вид спорта в Камраде. Играл за команду «Буджак», которая не раз становилась призером и чемпионом страны. Также финансово поддерживал спорт в регионе. Как отметила дочь футболиста Татьяна Дончева, отец душой болел за спорт и всегда старался его развивать. Сегодня турнир проводится в памяти моего отца, Болгара Андрея Андреевича. Это был человек, который ставил перед собой задачи и достигал их. И всегда, где бы он ни участвовал в любых видах спорта, он всегда достигал максимального результата. Будь то футбол, будь то волейбол, акробатика, борьба. Весь район, весь регион его знал как активного спортсмена. И спорт помогал ему в жизни. Гости турнира, которые лично были знакомы с Андреем Болгаром и вместе выходили с ним на поле защищать честь города, отмечают, что такие турниры дают возможность молодежи сегодня помнить об этих людях. Они благодарны организаторам за проведение таких мероприятий. Андрей Андреевич Болгар. Мне приходилось много раз с ним встречаться, говорить. Я честно вам скажу, таких людей очень и очень мало. Это человек, который действительно любил футбол. Под его руководством в команде была организована команда. Он работал председателем колхоза. Большую лепту вел. Он очень сильно любил детей. Где бы, какие бы соревнования не были, уровня детского, юношеского масштаба, всегда там был. Участники разделились на четыре подгруппы по три команды. Матчи проходили по 30 минут. Игра на поле была напряженной, так как в каждой команде играли как профессионалы, так и любители футбола. Как отмечают игроки, в таких соревнованиях не важна победа. А самое главное – это игра, командный настрой и дружба, которая всегда побеждает. А память о таких людях, благодаря которым они сегодня выходят на поле, должна жить вечно. По итогам соревнований победители получили дипломы, денежные премии, а чемпион турнира – переходящий кубок. Татьяна Доброва, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ. Новости. Завершение выпуска о погоде в Гагаузии. В Гагаузии ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Камрате днём составит плюс 14, ночью плюс 8 градусов. В Чадар-Илунге днём плюс 14 градусов, ночью плюс 9 градусов по Цельсию. В Вулканештах днём плюс 14, ночью плюс 8 градусов. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube-канале. Делитесь с нами интересной информацией, фото и видео по электронной почте grt.effirsobachka.ru. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин